В ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский обнародовал украинскую формулу мира – план Киева по завершению войны. Он включает 10 пунктов – радиационная, ядерная, продовольственная и энергетическая безопасность, освобождение всех пленных и депортированных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод с территории страны российских войск, прекращение боевых действий, восстановление справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации и фиксация окончания войны. Кульминация работы над формулой мира и серьёзным шагом к её реализации должен стать глобальный саммит в Швейцарии. Мир должен быть крепким, давить политически на Россию, по-другому остановить Путина невозможно. Только дипломатическая изоляция, сильная украинская армия, ну и разобраться всем странам мира до конца, не балансировать между Украиной и Россией, а защищать справедливость и международное право. Готовность принять участие в саммите мира подтвердили 106 стран, сообщил Владимир Зеленский. В то же время Россия, которую на саммит не позвали, развернула кампанию по дезинформации, призванную саботировать мероприятие. Поддержал Москву и Пекин. Си Цзиньпинь на саммит мира не приедет, хотя Киев неоднократно подчёркивал заинтересованность в участии Китая. Но в КНР заявили, саммит не соответствует их требованиям. Пекин настаивал на том, чтобы в конференции на равных приняла участие Россия. Китай проявил себя как стратегический партнёр не Украины, а стратегический партнёр России. Выгода Китая состоит в том, что он не заинтересован в том, чтобы Российская Федерация проиграла войну. Всё-таки для Китая, в соответствии с декларацией, которая была подписана буквально накануне полномасштабного российского вторжения в Украину, но согласно этой декларации между Китаем и Россией существуют стратегические партнёрские отношения, как там сказано, без ограничений. Китай утверждает, что будет по-своему продвигать мирные переговоры. 23 мая во время встречи в Пекине глава МИДа Китая Ван И и главный советник президента Бразилии Сэлсо Аморим согласовали план так называемого урегулирования украинского кризиса. Именно так в Китае называют войну России против Украины. В феврале 2023 года Пекин уже презентовал собственный мирный план. Он состоял из 12 пунктов. Ни в одном из них нет ни слова осуждения Москвы за агрессию против Украины и оккупацию украинских территорий. Нет в нём и никакой конкретики. Теперь пунктов стало вдвое меньше, но суть от этого не изменилась. Ни Китай, ни Бразилия, ни какая-либо другая страна не могут диктовать Украине, как должна закончиться война, уверен Владимир Зеленский. Я желаю всем странам мира, чтобы ни у кого не было потерь, ни у кого не было массовых могил, массовых жертв. Но это украинцы погибли. Это россияне насиловали наших людей, наших женщин, украли десятки тысяч наших детей. Никто не имеет права рассказывать нам, как должна закончиться эта война. Она должна закончиться по закону, по международному праву, по справедливости, и это обязательно. На первом саммите мира лидеры государств обсудят три из десяти пунктов украинской формулы мира. Ядерную и продовольственную безопасность. Освобождение военнопленных и незаконно депортированных Россией украинских детей. Андрей Дмитренко для телеканала Freedom.